МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком. По словам специалистов управления по работе с муниципальными учреждениями образования, все здания образования должны быть готовы к ладам до начала учебного года, то есть до 1 сентября. По словам главы, проблемы есть, и они решаемы. Мы сейчас готовимся к зиме. Объехали садики, как они готовятся к зиме. Мы несколько садиков, несколько школ проехали, посмотрели, как ведутся работы по утеплению школ, по утеплению садиков, по подготовке садиков к новому учебному году, к новым учебным занятиям. Мне хочется, конечно же, выразить огромную благодарность нашим директорам школы, директорам садиков, которые действительно душу вкладывают в благоустройство и в своих территориях, и в каких условиях находятся наши дети. Много надо делать еще. У нас старые окна, у нас текут крыши, нам нужно менять электропроводку, но средств, к сожалению, не везде хватает. Огромную массу проблем снимают нам родители. Они буквально за свои средства ремонтируют те или иные классы, те или иные группы. Это огромная им тоже благодарность за то, что они все-таки помогают нашим учреждениям, общеобразовательным, дошкольным учреждениям, именно в благоустройстве и в содержании наших садиков и школ. Пока не говорим о больших суммах, но мы готовим проект с методом документации на замену окон, на капитальный ремонт крыш, на замену электропроводок, на благоустройство туалетов, комнат, классов, чтобы у нас была определенная сумма, какую нам нужно будет вкладывать в наше здание. И потом в течение нескольких лет будем это все ремонтировать. То есть хочу еще раз повторить, что из республиканского и из местного бюджета аккумулируются средства и направляются в наше учреждение. Также глава подчеркнул, требуется замена окон и детских кроваток. В целом учреждения готовы к зиме, однако работа по преобразованию продолжается. Мы смотрели наши узлы, куда поступает тепло, как это все происходит и как будут отапливаться наши школы и садики. То есть все готово, в садиках и в школах будет тепло. Но если где-то будут сигналы о том, что прохладно и холодно, конечно, мы обратим на это внимание и в кратчайшие сроки будем устранять те или иные порывы, те или иные проблемы, которые будут находиться в зданиях. Зима не за горами, а значит требуется провести много работ по ликвидации негативных факторов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Александр Новмов, Владимир Кузьмин. Новости.